Эх, ребята, как же всё-таки приятно, как говорится, вернуться к истокам, покопаться вот это в грязюке, подобывать морковку, повспахивать землю, поразливать водичку. Короче, просто говоря, как же приятно заниматься фермерским делом. Знаете, это своего рода такая медитация. Ходишь, думаешь о своём, добываешь плоды, а после чего немного уставшим ложишься на кроватку. Да, кстати, ребятки, всем привет, меня зовут Пиксель. Ну и как вы уже поняли и как вы уже заметили, прямо сейчас я нахожусь у себя в деревне жителей номер 13. И, кстати, ребята, я на грядках, потому что один из жителей просто приболел. Вы, как говорится, не переживайте, ну или не надейтесь лишний раз, я сюда на постоянную основу работать точно не вернусь. Постоянная усталость, постоянный недосып из-за того, что нужно выполнять работу очень рано утром, да и тем более, ребята, вот эта вот грязюка. Не, мне это всё-таки не интересно, но иногда, ребята, как я и сказал ранее, приятно вернуться на грядки и действительно вот такой вот ерундой позаниматься. Так, вы знаете, немного потерял сноровку, только две грядки за это время засадил. Ну, а что вы, собственно, хотели? Человек огромное количество времени не работал на вот этих вот грядочках. Так, так, замечательно, картошечку засадили, моркошечку засадили и теперь всё это дело относим к нашему замечательному фермеру. Фух, ребята, даже, знаете, ой, немного запыхался. Действительно, с непривычкой делать это очень и очень сложно. Так, выкладываю абсолютно все плоды в этот сундучок, а мотыгу, как вы понимаете, я забираю с собой, потому что она принадлежит мне. Ой, ну что, Пиксер, получилось убраться? Да-да-да, носатый, ты не переживай, отдыхай, самое главное, и выздоравливай. Я уже всё убрал. Плоды в сундучок тебе положил, на грядочке полный порядок, поэтому выздоравливай ещё раз, всего тебе хорошего. Фух, ребята, всё, теперь, наконец-таки, как я и планировал, быстренько вместе с вами возвращаемся домой. Ой, и всё-таки немножечко хочется отдохнуть, ну, как минимум дух перевести. Только знаете, что я прямо сейчас понял? Я-я-я-я чётко помню, что из дома я выходил с мобильным телефоном. Ё-моё, или я его не забирал с собой, в сундуке его, правда, нету, на столе я тоже не вижу, и даже в моём супер-секретном месте его тоже не лежит. Ё-моё, а-а-а, где моя мобила? Вот этого ещё не хватало, я капец как редко теряю свои вещи, это, это чё за ерунда? Вы слышите, где-то, где-то телефон звонит, подождите, может, может, под кроваткой какой-то завалялся? Ну, блин, ничего не вижу. Да не под кроваткой, он в руках у меня. Носатый, ты чё, блин, телефон, блин, свиснул? Да не трогал я его, я его на грядках нашёл, возьми ты трубку. Да на каких ещё грядках, блин, ладно, секундочку, не уходи, пожалуйста, я должен ответить. Э-э-э, алло, господин президент, я-я вас слушаю. Алло, да, здравствуй, пиксель, извините, что я беспокоен в такое раннее время, просто помощь твоя нужна. Да-да, конечно, говорите, что случилось, я-я всегда готов вам помочь. Так, по телефону и не объяснишь, приезжай, пожалуйста, ко мне в резиденцию, домой. К вам домой, господин президент, а вы уверены? Да, конечно, уверен, адрес отправлю тебе в СНС, всё, давай, до встречи. Ладно, хорошо, да до свидания, офигеть просто. Чё там случилось, пиксель, на тебе лица нет? Да мне позвонил господин президент и приглашает к нему домой. Ё-моё, ребята, это капец как неожиданно, я на своей памяти там всего раза два был. Это капец какое важное событие, наверняка произошло что-то капец какое серьёзное и капец какое интересное. Поэтому мне нужно как можно скорее собирать вещички. И да, кстати, носатый, я не обижаюсь на тебя за то, что ты мой телефон украл. Да не крал я твой телефон, пиксель, я его на грядке нашёл. Ну, даже если он лежал на грядке, то большое тебе спасибо, что мне его принёс. Ё-моё, ребята, я просто в шоке, да речи потерял. Домой, к самому президенту, это просто капец какой-то. Так, ладно, ребята, я беру всё самое драгоценное и самое ценное, что есть у меня в сундуке, для того, чтобы как можно скорее добраться к домику президента. Камеру я лучше, знаете, пока что выключу. Ну, чтобы не запалить дорогу к домику президента, потому что с минуты на минуту он пришлёт мне свой адрес в смс-ке. Я пока что буду вызывать такси, ребята, а вы, как говорится, не переключайтесь. Ох, ребята, я уже, если честно, очень устал добираться до домика президента. Чтоб вы понимали, я иду пешком уже минут 15. И всё это ради того, чтобы таксист, который меня сюда привёз, не узнал, где живёт самый главный игрок Майнкрафта. Ё-моё, ребята, как совпало идеально! Только камеру врубил и вот теперь вижу вот этот домик. Офигеть, он огромный, конечно, и вы посмотрите, из каких блоков он состоит! Изумруды, алмазы, золото, кварц! Это просто офигеть, я даже примерно не могу представить, сколько он стоит! И почему-то к этому дому выстроилось огромное количество вот таких вот грузовиков. Я-я чё-то понять не могу. Президент что, ремонт, что ли, тут решил сделать? О каком ремонте может идти речь, если это просто офигенно, господин президент, добрый день! Ох, привет, Пиксель, не такой уж он и добрый на самом деле! Ну, не знаю, господин президент, если бы я каждый день просыпался вот в таком вот доме, то, пожалуй, я бы был один из самых счастливых людей на планете! Это же просто офигеть, блин, алмазы, золото, изумруды, да тут всё усыпано деньгами! Вот именно поэтому, Пиксель, я тебя сюда и пригласил! У правительства Майнкрафта огромные проблемы, у нас нет денег для выплаты зарплат! Эээ, ладно, хорошо, допустим, только я, если честно, не улавливаю! Если у правительства Майнкрафта нет денег, то... А я здесь, собственно, зачем? У меня их тоже нету! Да ты не понимаешь, Пиксель, я хочу продать этот дом и хочу, чтобы ты мне помог! Ну, выпустил видео на свой канал, вдруг кто-то из подписчиков купить захочет! Господин президент, мне, конечно, очень приятно, что вы такого мнения о моих подписчиках, но мне кажется, среди вас, ребята, нету каких-то миллиардеров, потому что этот дом стоит каких-то баснословных денег! А подождите, вы хотите продать дом и отдать это всё на зарплаты? Ну, конечно, Пиксель, нужно же как-то людям выплачивать! Ты, кстати, прогуляйся по домику, сделай обзор для подписчиков, вдруг реально купят! Нет, я обзор, конечно, сделаю с большим удовольствием, но, опять же, мне кажется, вряд ли это кто-то купит! Но в любом случае, ребята, прогуляться по этому домику очень и очень хочется! Офигеть! Ё-моё! Вы посмотрите на эти хоромы! Огромная столовая, не менее огромная кухня! Тут какой-то поворотик направо есть, господи, какие-то коридоры, лабиринты самые настоящие! Вот тут вот гостиная с офигенным большим телевизором, и где-то вот тут вот, да-да-да-да-да, ребята, я видел подъём на второй этаж! А тут тоже огромное количество комнат! Здесь вот такая вот спаленка, ребята, с офигенным видом, кстати! По соседству есть ещё какая-то комната, и почему-то мне кажется, что это, скорее всего, будет какая-нибудь ванна, но нет, ребята, это вот такой вот очень-очень просторный склад! И тут ещё одна спальня и ещё один телевизор! Ё-моё, мне кажется, ребята, что если бы я мог купить вот этот домик прямо сейчас, я бы мог в нём разместить абсолютно всех своих подписчиков! Он просто гигантский! Вот, ё-моё, ну вот куда это я вышел? Это реально ванная какая-то, джакузи, блин! Это просто с ума сойти! Мне крышу сносит, ребята, от таких масштабов! Я реально уже запутался! Я... Господи, опять какая-то спальня! Я вообще не понимаю, ребята, кому нужны такие огромные дома! Но это же просто капец какой-то! Вот представьте, что в этом доме живёт один человек! Тут же реально заблудиться можно! Я не понимаю, для чего столько помещений, для чего столько спален! Ну хорошо сделать там две спальни! Это ещё, знаете, ребята, куда не шло! Одна гостевая, вторая хозяйская! Но я их тут насчитал штуки четыре, наверное! Это бред просто самый настоящий! И как мне кажется, кстати, продавать этот домик очень и очень плохая идея! Знаете, ребята, у меня, кажется, появилась вот небольшая идейка, как господину президенту заработать на этом доме! Подожди, подожди, Пиксель, ты сказал заработать, я правильно услышал? Да, господин президент, я его, знаете, так, ну, половинку где-то обошёл и понял, что он капец какой огромный! И я уверен, что огромное количество людей хотело бы увидеть этот домик, ну, как говорится, воплоти! Походить всё, посмотреть своими глазами, возможно, что-то потрогать! И это я к чему, господин президент? А что, если вместо того, чтобы продать вот этот дом, вам тут организовать какой-то музей? Подожди, музей? В смысле? Ну, в прямом смысле! Вы будете продавать сюда билеты, ну, например, за пять изумрудиков! И за пять изумрудиков любой игрок Майнкрафта сможет сюда зайти, посмотреть, как у вас тут живётся, какие предметы у вас на полочках стоят! И таким образом вы сможете заработать огромное количество денег и дом не потеряете! Блин, Пиксель, это действительно хорошая идея, а если не получится, я его всегда продать смогу! Ну да, вот, видите, какая идея-то хорошая! Зачем такую красотку продавать? Тем более он будет продаваться, я не знаю, пять тысяч лет и за это время просто сгниёт! А вот музей, мне кажется, очень крутая идея! Ребят, вот серьёзно, напишите, пожалуйста, прямо сейчас в комментариях, кто из вас бы посетил такой музей? Не знаю, если бы было такое в жизни, я бы обязательно сгонял, это же капец как интересно! Многие из вас, конечно, сегодня посетили этот домик, ну, через моё видео! Однако, как мне кажется, я посмотрел приблизительно 40% этого жилища, потому что вот здесь вот слева ещё какое-то крыло с отдельным входом, справа там ещё какой-то чердак, короче, ребята, посмотреть тут действительно есть на что! Поэтому, если вас это хоть немного заинтересовало, попробуйте найти координаты или объявления в интернете и самостоятельно посмотреть на этот домик! А я пока что буду надеяться, что президент не будет его продавать, и этот музей просуществует огромное-огромное количество времени! Ролики, кстати, на этом буду заканчивать! Не забывайте подписываться на канал, тыкать на лайк и нажимать на колокольчик! А также обязательно заходите завтра для просмотра нового интересного видосика! Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи, до завтра и пока-пока!